Появление стойких сортов и гибридов помидор помогли частично избавиться от проблемы болезни растений. Но в случае ошибки при выращивании культуры или при влажных погодных условиях можно лишиться урожая. Какие грибковые заболевания поражают томаты в открытом и закрытом грунте, а также способы профилактики и лечения рассмотрим дальше. Фитофтороз посленовых – это опасное вредоносное заболевание, распространенное в теплице и в грунте при влажной погоде. Фитофтороз характеризуется побурением стебля, листьев, а потом и плодов. Заболевшие растения быстро умирают. При раннем поражении культуры урожай может быть потерян полностью. Благоприятные условия для развития фитофтороза – влажность воздуха около 90%, температура плюс 20 градусов по Цельсию. Интенсивно развивается в период, когда дни облачные и теплые, а ночи прохладные. Симптомы фитофтороза на томатах. На листьях, стеблях и плодах формируются коричнево-бурые пятна, которые могут быть расплывчатыми или иметь четкие очертания. На нижней стороне листьев или на плодах образуется белый грибковый налет. Недозревшие помидоры покрываются бурыми пятнами. Инфекция болезни фитофтороз живет на пораженных посадках картофеля. Также споры заболевания сохраняются в почве, на остатках растений и семенах. Далее споры гриба распространяются с ветром, каплями воды и дрозофилами по томатам. Далее народные меры борьбы с фитофторозом – химические и биологические препараты, помогающие справиться с этим заболеванием. Альтернариас или сухая пятнистость – это распространенная болезнь в открытом и закрытом грунте. Активность заболевания наблюдается в начале формирования плодов, достигая пика к концу вегетации. Потери урожая плодов от сухой пятнистости в отдельных случаях могут достигать 70%. Первые признаки появляются на листьях в фазе цветения. На листьях образуются круглые пятна размером до 1 см 5 мм, коричневого или темно-бурого, а иногда сероватого цвета с желтоватым ореолом. Со временем эти пятна высыхают, сливаются и в результате лист отмирает. Позже пятна появляются на черешках и стеблях. Их форма длинноватая, а при высокой влажности на них заметен черный грибковый налет. Все виды альтернариоза – это болезни плодов томатов, которые могут вызывать гниль в процессе созревания и хранения. На помидорах появляются круглые вдавленные пятна, которые потом покрываются черным налетом. Первыми гниют плоды с нижней стороны куста, на которые попадает вода во время полива. При хранении интенсивность заболевания возрастает в связи с травмированием плодов и обилием спор возбудителя. Оптимальная температура для развития болезни – плюс 28 градусов, высокая влажность воздуха способствует появлению заболевания. Народные способы лечения и профилактики альтернариоза, а также биологические и химические препараты, помогающие справиться с болезнью. Фомоз или бурая гниль томата – опасная болезнь, которая поражает томаты в конце сезона. Провоцирует преждевременное опадание листьев и гниль плодов. Встречается в основном в открытом грунте и в осеннем обороте под пленочными укрытиями. Его можно определить по образованию на листе темно-серых пятен с желтым ободком. Постепенно они разрастаются и зарастают черными спорами. На плодах пятна становятся влажными и на них тоже появляется характерный налет. В разрезе плода под пятном заметен белый паутинистый мицелий гриба. Фомоз по внешним признакам похож на альтернариоз, дидимилез и бурую пятнистость. Точно определить можно только с помощью специального анализа. Благоприятные условия для развития фомоза – температура воздуха на уровне плюс 20 градусов, повышенная влажность, низкое содержание азота и фосфора в почве. В такой благоприятной обстановке инфекция созревает и с помощью дождевой или поливной влаги распространяется по окружающим растениям. Инфекция зимует на растительных остатках, почве и посленовых сорняках. Семена тоже могут быть заражены, но редко являются причиной первичной инфекции. Патоген проникает в ткани растений через механические повреждения, которые появляются после посынкования, укусов насекомых. Также фомоз распространяется через одежду и рабочий инвентарь работников, народные способы борьбы с фомозом, а также биологические и химические препараты против него. Дидимилез или рак стеблей томатоболезнь встречается как в открытом грунте, так и в теплицах. Период наибольшей активности – в конце лета или осенью после продолжительных дождей. В основном заболевают пасынки, реже попадается на листьях, цветках и помидорах, но исключительно в открытом грунте. Самый явный признак – поражение основания стебля с коричневыми пятнами, на которых выступает жидкость. Через время пятна становятся серого цвета и обрастают черным налетом. На этой фазе болезнь похожа на другие корневые гнили томата. Летом на листьях могут появиться маленькие округлые некрозы, коричневого цвета со светлой каймой. Осенью в узлах и на пеньках от листьев появляются коричневые пятна. Они постоянно разрастаются, что приводит к гибели всего растения. На плодах возникают темные некрозы возле плодоножки или чашелистика, а потом на самом помидоре. Эти признаки очень схожи с серой гнилью, тофторозом и альтернариозом. Для точного определения нужно сравнение всех симптомов или обратиться в специальную лабораторию. Заболевание активно развивается при повышенной влажности в течение длительного периода. Обычно разгар развития болезни наступает в конце лета или осенью, когда идут дожди. Появлению дидимилеза в теплице способствует высокая густота посадки. Это грозит гибелью большинства растений в теплице. Возбудитель заболевания сохраняется на растительных остатках и в семенах. Грибок распространяется по другим кустам через руки и инвентарь работников теплицы или поля. Биологические и химические препараты против рака стеблей томата. Септориоз или белая пятнистость листьев встречается в местности с жарким климатом в открытом грунте или теплицах из пленки. Массово распространяется в период созревания плодов. В отдельные годы урожай может снизиться на 30-50%. В основном, образуется на листьях в виде круглых некротических пятен, размером 2-4 мм, темно-серого цвета, которые постепенно увеличиваются. Потом на них появляются белые, серые или черные точки с темно-коричневой каймой. В первую очередь, страдают нижние листья, особенно те, которые находятся вблизи почвы. Потом листья высыхают, опадают и все растение погибает. Редко поражаются плоды после контакта с зараженной почвой или во время хранения. На помидорах формируются пятна со светлым центром и выраженной каемкой. Они преждевременно созревают, не накопив сахара. Оптимальные условия для развития септориоза температура воздуха плюс 15, плюс 28, а также 100% влажность. Распространению способствует дождь и ветер. Также чем раньше была высажена рассада, тем сильнее на ней развивается септориоз. Белая пятнистость листьев чаще поражает растения, которые получают повышенные дозы азота в питании и густо посажены. Септориоз сохраняется на зараженных растительных остатках и в почве. Также это заболевание наносит вред другим растениям семейства посленовой, послен черный, баклажан, дурман, на которых потом и зимует до следующего сезона. Народные способы борьбы и профилактики белой пятнистости, а также биологические и химические препараты против нее. Стимфилиум, или серая пятнистость листьев, болезнь, что часто встречается как в теплицах, так и в открытом грунте, поражает растения во всех фазах роста. Но в грунте серая пятнистость на взрослых растениях прогрессирует быстрее. Признаки появления темно-серых или черных пятен размером около 3 мм. С хлоротичным ореолом на верхней стороне листьев. На нижней стороне листовой пластины хорошо видно расположение пятен, а во влажную погоду эти пятна покрываются налетом из грибного мицелия. Поражение начинается с нижних листьев и постепенно переходит на верхнюю часть куста. Листок полностью не отмирает, но это сказывается на фотосинтезе всего растения. Также серая пятнистость иногда переходит на плоды, формируя маленькие пятна у плодоножки. Активное развитие серой пятнистости начинается во влажную и сырую погоду. Также она может появиться в зонах с сухим климатом после продолжительной росы или на дождевании. Грибок зимует на зараженных остатках растений и в грунте. Кроме этого, инфекция может быть на самосеве томата или сорняках, вида посленовая. От больных кустов споры гриба передаются с ветром и каплями воды. Народные меры борьбы – химические и биологические препараты против этой болезни. Серая гниль томата. Этот грибок может наносить вред 45 видам растений. Он очень опасен для томата в открытом и закрытом грунте. Росада устойчива к серой гнили, а заболевание появляется с фазы плодоношения и на растениях, где есть повреждения после посынкования или сбора плодов. Если вовремя не определить и не начать борьбу с серой гнилью, она может распространиться на все растения. Симптомы. На узлах растений образуются серо-коричневые сухие пятна с серым налетом и покрываются слизью. В местах, где находятся кисти был срезан лист, появляются бурые удлиненные пятна длиной 5-35 см. Листья желтеют и на растении вырастают воздушные корни. Если пятно растянулось по всему периметру стебля, томат погибает полностью. Водождливую погоду серая гниль проявляется на верхушках побегов, листьях, соцветиях и плодах. На незрелых помидорах возле плодоножки и рубца от цветка появляются округлые пятна. Растения массово поражаются в прохладную погоду плюс 16-18 см. Но заражение возможно только при высокой относительной влажности воздуха и наличии капель воды на растениях после полива. Основной источник грибка – это зараженные растительные остатки. Также многие культуры, которые поражают данная болезнь могут быть первоисточником. Огурец, салат и так далее, переносится инфекция от одного растения к другому через руки и инструмент работников во время ухода за растениями. Меры борьбы с серой гнилью – народные методы, химические и биологические препараты. Избежать заболеваний томатов и других проблем вам поможет своевременная профилактика и подбор правильного сорта или гибрида. В описании будет ссылка на более широкий, текстовый вариант данной темы. Хорошего вам дня и урожая без болезней.